так ребят доброе утро если можно назвать его добрым я просто не выстрелся вообще я два часа спал за всю ночь наверно полчаса у костра сидел сейчас ребят правду про данную ночь вот так вот без наряжения без спальника в общем никому не советую хотя ребят смотрите сами климату всех разный местность разная где-то зима теплая где-то холодная у нас сибирь ребят она непредсказуемая может быть вечером допустим ноль градусов ночью может минус 40 сразу подняться в общем резкие перепады температуру и скажу честно ребят я замерз ночью замерз я очень сильно и замерз из-за чего что я вчера в теплых вещах в общем подам на мне ребят внутри термобелье а футболка термобелье потом кофта теплая на флисе и вот это вот куртка ребят тоже теплая вот и дело в чем что когда я при нулевой температуре в теплых вещах копал там снег вчера для лачуги для нашей будущей баньки расчищал снег и в общем я ребят сильно очень вспотел у меня внутренне этот термобелье его можно было выжимать просто-напросто вот для таких ночевок да даже не для таких а даже если вы идете там в спальном мешке допустим спать там с надувным ковриком ну в общем все организовано то можно даже и снять это термобелье и допустим залечь так вот уходить кофту там сверху допустим штаны какие-то трикотом если что у вас подштанники какие-то есть можно залечь да а вот в таком случае ребят этот фокус не пройдет вот так вот по просто на пихтовых лапках спать вот и поэтому ребят вот что у меня было белье мокрое я уже где-то через полтора часа после того как я уснул я начал просто-напросто замерзать я уже давай еще прикол в чем что я думал такое ощущение что ну сплю в спальнике так ну я привык всегда что в спальнике сплю укрываться уже давай вот этими короче пихтовыми ветками сдирать на себя тянуть потом то глаза открывая ё-моё и я на пихтовапке лежу вот и вот для таких ночевок надо обязательно иметь собой внутреннюю сменную одежду хотя бы внутреннюю хотя бы запасное термобелье либо что-то еще ребят либо какой-то там надувной коврик вот у меня коврик хотя есть но от него толку ребят тут бы толку от него вообще вообще не было пихтовые лапки это больше пользы приносят они не дают так проходить холоду вот тут даже я там до земли отещать говорю не стал потому что земля промерзшая сейчас еще в феврале все морозы ребят уходят в землю вот и поэтому земля промерзает ну вот я в общем полил костер каждые два часа в общем вставал грелся у костра потом оконцовки не выдержал и стянув себя это термобелье скину и начал сушить просто у костра но она у меня быстро высохло примерно ну за минут 30 наверно 40 минут я его высушил потом одел и уснул ребят и спал я на на животе ночью чтобы не застудить ничего не спину не почки не бака там вот эти места в общем спал на животе то есть вот так вот ребят вот так руки под себя и вот так вот ребятки марио получается ну спал как одним глазом спал один глаз спал один смотрел и также ухо ребят одно спало но слушал потому что ну мало ли чего все равно место это как сказать небезопасно и вот и поэтому надо быть всегда на чеку я говорил что безопасность превыше всего и думаю у каждого человека сработает инстинкт самосохранение что для своей вот безопасности надо всегда быть на чеку ребят сейчас температура у меня тут сейчас покажу сколько минус 10 ребят представляете минус 10 просто температура вот не знаю видно не видно вот она минус 10 ровно показывает но так вот ребят ладно ну породе не идет ладно чуть-чуть буду вставать разводить костер нужно на потух я тут уже под утро уже где-то не знаю на начале 5 на уже конкретно просто меня просто вырубил и все я спал вообще как младенец наверно два часа поспал проснулся и бегом это костру опять сейчас на улице кстати всю ночь шел какой-то мокрый снег прям слышно было что снег мокрый потому что на елке оседает и сразу утяжеляет скучи падает масса такая снега постоянно хлопки такие стояли по всей тайге прям такие ну снег шлепки такие вот ну а сейчас вроде смотрю на улице небо ясное голубое не ну наверно морозится там небольшой глаза блин сон и она сейчас снегом умоюсь ребят хоть муж очухаюсь маленько так вот ребят ночевочка вот такая ну вот что у меня с костром тут меня тут были ребят гости птички клевали калинку видать оба тут что-то у меня столик столик мой оттаяло видите ребят как и тут на таком расстоянии был но салатик у меня еще остался сейчас мы его доедим картошечка ребят осталось оба и ничего не будет в принципе вот ребят сколько я вчера дров закидывал потом еще ходил круче пилю ребят елку вот до сих пор еще у меня тут идет немного дымов дымка вот она еще даже еще угольки ребят есть видите еще не прогорела до конца коптильня моя оттаяла ребят вчера я не мог отрывать и она была полностью в снегу а сегодня вы видно что за ночь тут сосудки висят ну наконец-то раздул костер ребят утренний чаёчек не придаст бодрости и сил настроение поднимет не настроение что ничего нет замерзла зато хоть погодка сегодня нормально классно я почему-то рассчитывал что у меня дров останется больше ребят на утро но их почему-то осталось вообще очень мало так ну думаю сейчас вот эту на столбики завалю я уже одну распилил и у меня ребят лопнуло полотно то есть вот здесь вот здесь вот у меня вот видно даже рассмотрите порвал его просто один зуб вырвало не знают эту распилить хватит не хватит будем надеяться что хватит уронить она толстая сейчас буду распиливать валить так она сейчас кстати на мой лагерь на она будет падать хотя не знаю куда упадет я еще не полностью видать ничего не пойму то цепляется что чуть меня не придаю ну не об этом я мечтал надо было туда и валить упала практически на мою стоянку потому что у меня нора здесь прям практически на но вот так вот она легла сейчас той стороны посмотрим сейчас буду подготавливать столбики 4 столбика надо сегодня приготовить распилю на две части это будет вот один столбик тот второй и там вот у меня лежит тоже на 2 столбика хватит 1 я в 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 Субтитры сделал DimaTorzok Скипел чаек Сейчас попьем горячего чая И начнем заготавливать еще два столбика Приготавливать надо Вон ту распиливай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, у нас пошел небольшой снег На улице похолодало как-то Сейчас набрало пильнем И вот эту пустим мы уже, ребят, с вами на столбике Вот этот получится, наверное, толстый Все его распилю на пополам Так, все, вроде отпилил, ребят Вот эту часть возьмем на столбик А эту часть сейчас в костер ее внесем Вот эту часть Вот здесь Вот здесь Есть Делаю Не забывайте А это Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Прямо глаз-алмаз, как в аптеке, ребят... Поэтому угадал, прям в точку попал... Ну вот, четыре столбика уже есть... Сейчас он будет четвертый... Сейчас мы его... С нашего... С нашего... С нашего жилища скинем... Вот, и... Я уже тут наготовил... Вот второй... Посмотрю, как... Под нары будет внутри... Под скамеечку... Сейчас еще остался... Вот этот вот столбик... И еще он тут... Так... Так... Что он получается... На обед... Колбаска... Колбаска... Хлеб... Лучок... А вот так вот... Кусочек такой... Пока сейчас один... Вз�аем... И мы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Последний кусочек доедим колбаски И продолжим дальше, а то уже время к вечеру двигается Поэтому надо успевать ДимаTorzok Сейчас еще один столбик сделаю и на сегодня, я думаю, наверное, хватит Сейчас уже темняться начнет Вот этот вот знаю, где его отпилить Вот здесь, наверное Сколько? Да, метра два будет, наверное, вот здесь Так, отпилили Это можно уже на костер Так, ну этот столбик мы сейчас заберем Так, ну... 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 Так... так ну что ребят на сегодня у меня я думаю все сейчас уже через час будет темнеть ну вот что я сегодня приготовил пока 4 столбика вот таких вот потом буду делать обтяжку обтяжка у меня будет поверху потом надо будет еще заготовить один столбик для для входа в нашу баню лачугу потом буду обтягивать все это дело баннером вот но работа это не быстро и тем более я начал строительство ребяту зимой когда большое количество у нас снега ну да и надо выходить из леса у меня закончились продукты надо будет звук заносить продуктов сюда и я думаю уже скорее всего занесу наверное ребят либо гамак либо палатку с печкой потому что в норе ребят спать это просто жесткач тем более сейчас у нас обещают 40 градусные морозы вот у костра всю ночь сидеть не вариант тоже и поэтому принесу палатку с печкой где-нибудь расчищу снег вон там вот под той вам елкой он там он ребят подальше расчищу там снег и поставлю палатку и уже потом будем пробовать вести ребят палатки стрим вроде как вот я удивляюсь даже иной раз сегодня смотрю погода такая спокойная и у меня 4g ребят тут на телефоне ловит иной раз даже на этом же месте вот приходил на это же место даже 2g ребята еле-еле тянет а тут сегодня блин я удивился думаю в 4g появилась антенны что ли поставили вышки все догорает костер в общем и сейчас буду под собираться уже домой так что ладно друзья не забываем подписываться на мой канал обязательно ребят ставим лайкосика и пишем комментарий благодаря вашим лайкосиком и комментариям мой канал начинает хоть маленько двигаться с места так что с вами был сибирский бродяга меня зовут евген так что увидимся ребят на этом же месте в нужное время так что пока пока